Два месяца жители Алтайского края снимали видео о своих ветеранах, блокадниках и тружениках тыла. Наш регион направил на фронт больше 550 тысяч солдат. Почти половина домой так и не вернулись. Андрей Дворников из Заринска рассказал про своего прапрадеда, для которого война закончилась по дороге на фронт. Сейчас, в свои 10 лет, школьник мечтает стать защитником Родины. В прошлом году он принял участие в реконструкции Днепровский рубеж и сделал то, чего не смог сделать его прапрадед. Свой первый бой я запомнил, прежде всего, из-за того, что я сделал три выстрела по немцам из карабина Мосина и, кажется, одного убил. Я отомстил за тебя, дед. А это уже другая история. Таких сегодня очень мало. Братьям Шичковых из Барнаула очень повезло. Их прапрадед жив. О войне и трудовых подвигах они узнают из первых уст. Меня направили в 63-ю авиаэскадрилью ближних разведчиков. Гидросамолеты МБР-2, морской ближний разведчик. И там участвовал в войне с Японией. В видеоролике Дворниковых и Шичковых в конкурсе «Мы победили. Жизнь продолжается» набрали одинаковое количество баллов и заняли третье место. Авторы получат смартфоны, ноутбук за второе место. Отправляется в Бейск Софье Шалупиной. Смотрю на эти старинные пушки и горжусь, что снаряды моего прадеда точно стреляли по врагу. А ролик «Победитель» на сайте фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева стоит под номером 99. Ролик «Победителя», конечно, очень западает в душу. Это ролик о герое семьи. Это ролик, который не оставит равнодушным никого. Здравствуй, дедушка. Наталья Герасимова рассказала о своем дедушке, о войне и мирной жизни. Как вместе они пели песни, разучивали стихи, собирались за большим столом. Наталья сохранила не только яркие воспоминания из детства, но и рецепт блюда, которое готовил дедушка. Жаренки – это наше самое любимое детское блюдо. Их так дедушка называл. Не гренки, а жаренки. И на вопрос, что мы будем ужинать сегодня, мы все хором отвечали – жаренки. Вот и сегодня, спустя десятки лет, Наталья готовит жаренки уже для своей семьи. Получается так же вкусно. Самое вкусное в мире. Ролик о ветеране создавали всей семьей. Старались рассказать без пафоса. И сюжет получился живой и душевный. Медиаконкурс «Мы победили. Жизнь продолжается» был объявлен депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым в начале февраля. Главный приз – поездка в Москву на троих на День Победы. Тогда никто и представить не мог, что парад Победы может быть перенесен. Осознавая необходимость исполнить свои обязательства, организаторы проекта приняли решение изменить главный приз. Вместо поездки в Москву на три дня, семья Герасимовых получит денежный эквивалент. Итак, итоги конкурса подведены. Победители ко Дню Победы получат свои призы. А 299 человек – электронные дипломы участников конкурса. По запросу можно будет получить диплом в отпечатанном виде, но только по окончании карантина. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком.